Документ, который мог завершить войну в Украине. Уэллд публикует секретный договор. Опа-ачки! И что же это такое? Проект по состоянию на 15.04.2022. Отправлен президенту РФ 15 апреля 2022 года. Так-так-так-так-так-так-так-так. Секретный документ. Подожди, подожди, подожди. Кесус, если уж собрался смотреть сериал про Чернобыль, то советую Чернобыль. Зона отчуждения 2015. Да ну, диджей Женя, ты что, серьезно? Спасибо большое за 100 битцов. Так вот, соответственно. Позиция РФ, несогласованная УС. Позиция УС, несогласованная РФ. Вопросы так, что это такое? Стамбульск. Окей, договор о постоянном нейтралитете и гарантии безопасности Украины. Великобритания, КНР, Российская Федерация, США, Французская Республика, Республика Беларусь, Турецкая Республика, являющиеся гарантами безопасности Украины, как постоянно нейтрального государства, и Украина, далее именуемые странами. Ссылаясь на декларацию о государственном суверенитете Украины с 16 июля 1990 года, и в частности на то, что в этой декларации Украина торжественно провозгласила намерение стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не принимает участие в военных блоках и... военных блоках. И придерживаться трех неядерных принципов, не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие, будучи убеждены в том, что закрепление на международном уровне постоянного нейтралитета Украины является неотъемленной частью долгосрочной цели поддержания международного мира и безопасности, в том числе и на региональном уровне. Украина обязуется поддерживать свой постоянный нейтралитет, который провозглашается и закрепляется в Конституции Украины. Украина, так, подожди, Украина обязывалась отказаться от какого-либо членства в военном союзе, отказаться от производства и получения ядерного оружия, не пускать иностранные войска в страну и не пропускать оружие, не предоставлять свою инфраструктуру, включая аэродромы и морские порты, другим странам. В ответ РФ обещала больше не нападать на Украину. В случае нападения на Украину, страны-гаранты обязуются поддержать Украину в течение трех дней. РФ была не против гарантии безопасности Украины от других стран. И все? Крым и порт Севастополь исключались из гарантии безопасности, что фактически передавало бы контроль над полуостровом РФ. Оккупированные части Донецкой и Луганской областей частично оставались бы за РФ. Ну какая-то хуйка, то есть Украина обязуется делать то, пятое, третье, десятое, а РФ обязуется просто не нападать. Ну ахуйка, конечно. Подожди, это тот самый договор, о котором говорили, что там прям какие были выгодные условия для Украины? Вот это вот? А че тут выгодного-то? То есть по сути они предлагали сдаться и все. Ну, капитулировать. Я не понимаю, типа, хрень какая-то. Сейчас хуже, а ты считаешь это невыгодным? Ну смотри, как бы все территории, которые Россия успела отжать, остаются у России. Украина отказывается от всего. Это капитуляция, а не мирный договор. Гарантии, ага, искать нельзя ядерку. Это отдельная страна, че хочет-то и делает. Эээ, да, спасибо за донат. Эээ, фиг ли не согласились, а это ж пипец. Не знаю, как бы, у Украины изначально же цель была вернуть территорию. Вот, и вступить там в НАТО, в ЕС. Тут к ней приходят, говорят, никаких территорий не будет, никакого НАТО не будет. Вот. Вы отказываетесь от того пятого-десятого, короче говоря. У вас ничего не будет, ни оружия, ни ху... Ну, и со стороны там, естественно, запада. Эээ, и... Отдайте нам все территории, что мы и так у вас уже забрали, соответственно. Да, вы должны со всем этим согласиться. Ну, а там... Как пойдет? Мы обещаем не нападать. Но, опять же, Россия много раз уже обещала не нападать. Не трогать, соответственно, Украину. Эээ, Путин неоднократно уже говорил, что он не будет нападать на Украину, правильно? Было-было такое. В итоге все равно напали. Поэтому, как бы, ты можешь тысячу договоров с Россией подписать, но нет гарантии, да, что, блядь, не случится то, чего они обещали там, обещали не делать. Вот, поэтому, ну... Вот поэтому я и считаю, что договор какой-то такой себе. Ну, Россия может что угодно пообещать, особенно Путин. Ага. Так, там условия про ввода войск в случае нападения. Собака Джисуса и Ви Джиен, настоящий документ ЧЕКА и краткое. Короче, не знаю. Конечно, можно сказать, что, а сейчас-то ситуация, посмотри, что, лучше, что ли? Да нет, конечно. Но на момент 22-го года, уж извините, кто-то знал, что будет в 24-м году? Ну, может быть, на тот момент, если бы Зеленские там и другие видели будущее, да? И они бы знали, как все обернется в будущем, как, например, Америка кинет Украину, вот, и не будет долгое время помогать тянуть резину, соответственно, как будет тяжело потом в будущем. Ну, может быть, они бы уже по-другому смотрели на этот документ. На этот договор, извините. Ну, по итогу-то, как бы, что имеем, то имеем. Уже сколько времени прошло? Это у нас апрель. Когда, ну, по сути... Там у ИРФ право вето на ввод войс. Алло. Если подписать, то через пару лет уже никто не поможет. Ну. Так, вначале Америка не помогала же вроде. Ну, так, вначале Украина, да, сама справлялась, потому что только начало было. Сейчас уж сколько времени прошло. Я слышал, там еще в Украине нельзя было иметь войска больше 80 тысяч по договору. Ну, вот именно, то есть, Украину бы просто раздели до гола и оставили бы без трусов. Не, вообще Америка помогала Украине, просто в каких количествах? Еще до полномасштабного вторжения я слышал, что-то какие-то поставки вооружения были. Просто не такие прям большие, там по чуть-чуть что-то давали. Вот, и все. Возможно, опять же, я могу ошибаться. Ага. А че ты мне скинул, донатер? Что это за хуйня? Что это такое? Что это? Какой еще документ? А это что, не настоящий... Ой, блядь. Сырья новости, что? Дебил? Секретный договор, который мог завершить войну в Украине. Согласно этому документу, Украина обязуется прекратить производство РЕВА. Не съедать более пяти тысяч русских детей. Вот. Ты дурак, что ли? Не писать водопровод, который идет в Крым. Ой, блядь, смешно. По возможности не производить ядерное оружие, если не получилось, то не бомбите. Да ты че, ебать, шо за хуйня вообще? Зеленский должен выступить с концертом вечернего квартала 95 в Кремле. РЕВА берет на себя обязательное запретить боулинг на всей территории РЕВА. Ха-ха-ха! Ха-ха! Гриф! 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 Продолжение следует...